В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! 30 июня и 1 июля во Владивостоке состоится большой гастротуристический форум «Хорека-2023», организатором которого вновь выступает региональное бизнес-сообщество. Об этом событии мы сегодня поговорим с руководителем и основателем сообщества Станиславом Ерёминым и спикером форума «Хорека-2023», ресторатором и отельером Петром Куксовым. Здравствуйте, дорогие гости! Добрый день! Станислав, первый вопрос ваш. Для кого этот форум? Тут всё в названии, на самом деле, понятно. Это для владельцев отелей, ресторанов, кафе и всех сфер, которые так или иначе соприкасаются и обслуживают. Потому что есть поставщики, есть компании, которые предоставляют различные услуги для этих сфер. Вот, собственно, мы на одной площадке собираем всех для того, чтобы решить основные вопросы, обсудить их, встретиться с органами власти, договориться и обменяться опытом. Опять же, это новое партнёрство, знакомство. Для всех из гастро-туристической сферы. А для чего он нужен тогда? Ну, тут вообще всё просто. Есть проблемы, проблематики и вопросы, которые волнуют всех. Ну, то есть, допустим, кадры. Эта проблематика сейчас, наверное, наиболее актуальна. Потому что по всему Дальному Востоку туризм сейчас очень сильно растёт. Также растёт сфера ресторанного бизнеса, отелей. А при этом, допустим, кадров нету. Ну, их просто не хватает. А те кадры, которые воспитываются, они улетают, уезжают. И с этим тоже нужно что-то делать. Потом есть проблематика такая, это взаимодействие между поставщиками. И тем более в нынешних обстоятельствах, ситуациях, когда импортозамещение мы пытаемся сделать и так далее. И, собственно, непосредственно клиента. То есть, это ресторанов и отелей. И, конечно, если на данной площадке мы всех собираем, мы начинаем обсуждать проблемы, мы стараемся найти решение. То есть, там, что называется, диалоги ни о чём нам тоже не интересны. Мы хотим, чтобы действительно этот форум, после него люди вышли, понимали, что они что-то, во-первых, новое узнали, во-вторых, они решили те проблемы, которые у них есть. А в-третьих, они нашли людей, которые им полезны, и они могут с ними дальше сотрудничать. То есть, мы закрываем сразу целый пласт. Если вот одним, да, там, двумя словами сказать, зачем и для кого, полностью для всей отрасли, чтобы она развивалась. То есть, я так понимаю, что если стоит вопрос нехватки кадров, да, как вы говорите, то вы будете обсуждать тему оттока этих кадров и привлечения их в отрасль, в регион и так далее. Не только оттока, но, вот, допустим, у нас будет Татьяна Терентьева выступать, это ректор в ГУЭС. Будем говорить о том, как взращивать эти кадры и как, допустим, те же рестораторы, которые у нас сегодня присутствуют на программе, могут в этом участвовать. Потому что они крайне в этом заинтересованы. Вот, допустим, опять же, Стеллиас, который Тигр и Де Кристал, является директором, он эту тему очень тоже ярко понимает, потому что там тоже, ну, говорят, нам нужны новые кадры, интересные люди. И мы попытаемся на этой площадке найти решение, вот, в том числе и проблемы кадров. Петр, вы спикер форума. Быстро ли согласились вообще поучаствовать, и что вы будете представлять? С Стасом уже давно знакомы, поэтому люблю участвовать в мероприятиях, которые он организовывает. Тем более, такое отраслевое, интересное для меня событие. Вот, считаю, объективно, правильно познакомиться с коллегами из других регионов, поделиться опытом. Возможно узнать что-то новое для себя, популяризовать сферу так или иначе. Возможно договориться о каких-то совместных векторах развития, симбиозах кафе, объектов гостеприимства, баз отдыха. Ну, вы человек успешный, у вас там молоко и мед, различные отели. Ну, много чего есть, можете сами перечислить, я всего не вспомню, да. Для чего вам, как уже состоявшемуся ресторатору и ательеру, данное мероприятие? Я готов поделиться и своим опытом, накопленным, и с коллегами, и с людьми, кому может быть интересна эта сфера. Но на данный момент он еще не принял для себя решение осознанно связать свою жизнь именно с этой сферой. Также я считаю, что мне всегда есть чему поучиться у своих коллег из других регионов, и, возможно, им у меня тоже найдется чему поучиться. Обмен опытом такой, то есть в непринужденной атмосфере, скажем так. Вдруг еще что-то новенькое у нас откроете? Да, может быть, какие-то... Вдохновитесь какой-то идеей, и появится новое интересное заведение у нас в городе Владивосток. Станислав, какие темы будут на форуме? Давайте расскажу немножечко о структуре, из которой выйдут как раз-таки темы. То есть по структуре мы обсуждаем вместе с местными ребятами, которые летят со всего Дальнего Востока, с собственниками этого направления бизнеса. Будем обсуждать то, что сейчас их больше всего волнует. Я встречался с ресторатами, ательерами, и они мне это озвучивали. Тему кадров, мы уже сказали, работа с поставщиками. Тоже очень важный, на самом деле, такой пласт, который нужно обсуждить и не только с поставщиками, но и с производственниками. То есть те, кто производит здесь продукты питания. Во-первых, они должны быть соответствующего уровня. Во-вторых, они должны быть конкурентоспособными по цене в том числе. Чтобы мы не закупали эти продукты питания где-то в другой стране, даже дружественной, и сейчас активно государство, кстати, в эту сторону тоже работает, у нас здесь должно быть все на достаточно высоком уровне. А как это должно развиваться? С какими трудностями сталкиваются ребята, которые занимаются данным производством? У нас будет различный представитель, который, допустим, в Хабаровском крае разводит лосось. Есть ребята, которые здесь, допустим, тоже занимаются там аграрией. На самом деле много ребят, и у них тоже есть чем поделиться, что рассказать и сказать, допустим, представителям власти, которые у нас тоже будут, чтобы им, допустим, не хватало. То есть это тоже очень важный пласт, который мы будем обсуждать. Обязательно также мы поговорим о рекламе, о маркетинге сейчас в данный момент, потому что это важно. Будем поговорить о гастрономическом туризме, который сейчас возобновляется, и к нам из дружественных стран летят люди просто потому, что, извините, все-таки Владивосток, крабы, море, прекрасная погода, лето. И мы на эту тему будем говорить, как он развивается, насколько сейчас сильно привлекает к нам сюда, в Владивосток, и вообще в Приморский край, на Дальний Восток туризм, каким образом это делается. То есть тем для обсуждения, на самом деле, действительно очень-очень много. И вот помимо этих тем у нас еще выступят спикеры, которые прилетят сюда, некоторые впервые вообще будут в Владивостоке, с Уфы, с Самары, с Москвы, с Санкт-Петербурга, потому что им интересен Владивосток, и как гастро-столица Приморского края, мы действительно далеко продвинулись. Наши рестораны знакомые, известные, им будет интересно прилететь, поделиться как раз тоже своим опытом с нашими рестораторами-отельерами. Я хочу сказать, что сейчас на уровне власти вот все те темы, которые вы приводите в пример, они достаточно поддерживаются, и они популяризируются. То есть Владивосток как гастрономическая столица Дальнего Востока. Опять же, в этом году наш край ждет порядка 4 миллионов туристов в связи с открытием гостей и всего остального. Поэтому, наверное, форум Хорока в этом году как нельзя кстати будет. Во-первых, мы второй год это проводим, делаем. И вот впервые у нас появилась возможность, с учетом таких тенденций, что Владивосток сейчас в центре внимания по всей России, тут и кино начинают снимать очень часто, и в новостях мы мелькаем. И вот у нас впервые появилась возможность сделать Владивосток центром притяжения один раз в год хотя бы для всей сферы гостиничного, ресторанного бизнеса, туристического бизнеса, чтобы со всей России люди слетались сюда. Здесь они знакомились, обменивались опытом, договаривались о чем-то. И, конечно, наслаждались уже нашей гастрономией, природой, морем, Владивостоком. То есть это сверхцель, которую мы постараемся достичь. И вот в этом году у нас вроде все для этого есть. – Петр, какие темы будут интересны вам, как ресторатору и ательеру? – Мне интересна тема развития внутреннего туризма, конкретно что касается нашего региона. То есть чтобы задача была не только развлечь наше население Приморского края, чтобы мы имели возможность вылететь прямыми рейсами в Сочи или в Санкт-Петербург, или еще в какой-то другой город, а чтобы популяризовать, в первую очередь, наш регион, и чтобы у людей было представление, больше представления о том, чем у нас можно занять. То есть чтобы они были убеждены, что у нас все на уровне. И объекты размещения, и базы отдыха, и кафе, бары, рестораны, ночная жизнь та же города. – Вот это, кстати, очень интересно. Вот Петр такую тему затронул. Это магниты, о которых мы тоже будем говорить. То есть, знаете, как в ресторан, там, в некие люди приходят за каким-то определенным продуктом, который даже порой делается по себестоимости. Потому что за ним идут, ну, там, мы можем даже некоторые назвать, но это будет не в контексте передачи. – Ну, да, я помню себя в молоко и мед ходила за палтусом. Так был какой-то палтус. – Стейка с палтусом. – Да, я вот ходила конкретно за ним в молоко и мед. – Есть определенные магниты, и вот у каждого города, там, на Дальнем Востоке, должны быть вот свои магниты, которые притягивают сюда туризм со всей России, ну, и из дружественных стран. И вот как мы эти магниты создаем, что является этими магнитами, и как мы с этим работаем, вот это тоже очень важная и интересная тема, над которой мы будем работать и обсуждать в рамках форума. – Да, у нас еще есть идея такая, что возможно разработать пакетный тур во Владивосток и включить в него, получается, интересные проекты с целью качественного досуга для людей. То есть человек покупает путевку за определенные деньги, и он уже точно понимает, где он будет жить, что он будет есть, куда он будет ходить, что будет смотреть, чему радоваться, как развлекаться. Это интересная такая история, такой all inclusive по-владивостокски, я бы сказала, в какой-то мере. – На самом деле очень интересный тур можно собрать, и с банями на воде, и с морскими прогулками, и с ресторацией. – Ну, я хочу сделать заметку, да, что касается нашего местного бизнеса ресторанного и туристического. Моя подруга, она родом отсюда, но живет в Москве, и она маркетолог. И в последнюю ее приездку она сказала, блин, я обожаю Владивосток за уровень сервиса, и за качество блюд, и вообще вот за сам сервис просто, тот, который есть у нас в городе. Я говорю, разве ты в Москве мало? Она говорит, нет, там не так. – Ну, там тоже есть, но там это очень избирательно, нравится так говорить. У нас в нашей повседневной доступности, и мы это не ценим, потому что мы не знаем, что бывает по-другому. В повседневной доступности, то есть не каких-то привилегированных ресторанов, а просто в обыкновенный ресторан, ты можешь прийти и действительно получить хороший качественный сервис, и даже хорошие продукты, потому что в той же самой Москве не так. Вот недавно мы ездили с региональным бизнес-сообществом, с поездкой в Дубай, где мы там тоже с предпринимателями встречались. Вот просто для примера, да, вроде бы мы так все видим на картинках его, что что-то такое невероятное. Вот там огромная проблема, там вообще сервиса нету за любые деньги практически. То есть там прям и ты начинаешь любить еще больше Владивостока с его ресторанами, с сервисом, с тем, что ты можешь это получить еще за очень приемлемые деньги, я вас уверяю, друзья, по сравнению с остальными местами. Ну давайте вернемся к нашему форуму, да, а там немножко отвлеклись. Темы, которые мы перечислили, поднятием этих тем, чего вы хотите добиться? Слушайте, ну вот повторюсь, просто поговорить, то есть вот эти диалоги ни о чем, они нас не особо интересуют. Хотя это важно, на самом деле важно проговаривать какие-то моменты, потому что ты находишь решение. Ну вот те, допустим, острые моменты, мы надеемся, что, во-первых, подключится и государство решение этих острых моментов, потому что это одна из немногих отраслей здесь, в Национальном Востоке, которая по-настоящему растет. И здесь нужно тоже и помогать, чтобы она росла как наравне сферы строительства, логистика, то есть нужно уделить этому внимание. Плюс, допустим, мы вчера буквально встречались с поставщиками, и вот есть две страны, есть поставщики, а есть рестораны. Вот рестораны говорят, у нас, допустим, проблематика в ценообразовании, потому что оно может как бы быстро меняться, а мы не можем в карте постоянно это менять, которую даем гостю. Ну, то есть меню просто переделать, это даже затратно, элементарно. А все остальное, там, целая работа на кухне. А со стороны, допустим, поставщиков они говорят, ну, ребят, тогда давайте работать вдолгую, тогда мы будем под вас какой-то объем брать, потому что вы сегодня с нами, завтра вы уходите, потому что вам на 10 рублей предложили дешевле. И вот он рождается, диалог, я вам сейчас его просто пересказываю. И из этого диалога может сложиться уже качественное, нормальное решение о взаимодействии, чтобы и одни были довольны, и других все удовлетворяло. И вот такие решения, они тоже очень важны и нужны. Ну, плюс мы видим, на самом деле, что может быть определенные, знаете, такие коллаборации. Вот я сегодня уже приводил в пример о том, что у Петра вот есть прекрасная коллаборация с одним из известных фитнес-клубов здесь у нас, в Владивостоке, когда гости останавливаются в отеле. Что это за коллаборация? В отеле у Петра? Мы проявляем лояльность определенную своим гостям, и у нас есть, получается, карта No Name, которую мы предоставляем гостю, если он хочет посетить современный спортивный комплекс. Вот такая коллаборация, скажу так. Ну, то есть, это, на самом деле, уровень сервиса. Когда вы встречаетесь вот так с людьми, вы сможете об этом договориться. И вот такие примеры тоже будут обсуждаться, их будет много. Кто-то из властей будет присутствовать? Да, конечно. Ну, глава города Владивостока. Константин Шестаков. Да, Константин Шестаков. Заместитель председателя правительства у нас будет. У нас обязательно будет министр промышленности и торговли. Ну, куда же без него, конечно. Плюс мы сейчас... Агентство по туризму, директор агентства по туризму у нас будет. И плюс мы сейчас еще ждем подтверждения от федеральных властей и еще от, скажем так, людей, которые максимально заинтересованы в развитии туризма во Владивостоке, в Приморском крае, на Дальнем Востоке, в Камчатской области. Я вам так на меки просто могу сказать, потому что пока мы не получили точного подтверждения, конечно, мы заявлять об этом не можем. То есть у нас еще формируется пул спикеров, но вот те власти, которые я сейчас озвучил, это уже ребята, которые подтвердили, и они будут у нас. А их участие в чем заключается? Смотрите, это пленарное заседание, как раз-таки вот то, что зависит от этих органов власти, мы там будем обсуждать. То есть понятно, что мы где-то сами должны договориться, но в то же время есть то, что зависит именно от властей и от их участия. Но опять же, допустим, очень интересная тема. Это субсидии для баса отдыха, для глэмпингов. И многие предприниматели об этом просто не знают. Не знают. Да, и у нас даже вот есть пример, что человек об этом не знал. Мы донесли через сообщество до него эту информацию. Он получил большую информацию, подготовился. Он получил субсидии. Сейчас он строит базу отдыха в районе Трехозерия. У него все официально, все прозрачно, все здорово. То есть это работает. И порой те базы отдыха, которые существуют, они не знают об этих программах. И вот здесь мы сможем донести как раз эту информацию, как им воспользоваться, поговорить, спросить, точно дать ответы. Ну и, конечно, для этого и нужно участие властей. Ну, опять же, там возможно предоставление каких-то кредитов. Ну, это и есть мера поддержки. Ну да, мера поддержки. В общем, познакомиться всем лично – это хороший случай, потому что у меня здесь стоят, допустим, контрагенты, с которыми я по 10-15 лет работаю. Я лично владельца даже не знаю, не знаком. А на этой встрече можно рукопожатием, скажем так, и закрепить наши деловые отношения. Посмотреть хоть в глаза. Посмотреть в глаза, да, и, может быть, прийти к чему-то большему. А, кстати, спикеров будет много? Слушайте, у нас более 20 спикеров. Это то, что мы сейчас посчитали на данный момент. Я объясню, почему мы достигли именно вот такой цифры. В этом году, вот сейчас пробуем новый формат, который максимально, ну, такой действенный. Мы берем одну тему и несколько человек, которые могут эту тему раскрыть, у которых разные взгляды. Ну, там, допустим, там, ректор в ГУЭС, да, Стеллиас, который «Тигры де Кристалл» раскрывает тему кадров, мы будем обсуждать. В то же время Руслан Стогний, у которого тоже много заведений по городу. И он опять же говорит, у меня нет проблем с кадрами. Я вот выстроил так работу, что у меня проблем с кадрами нет. И вот здесь интересно послушать, что он скажет как раз-таки. И мы старались вот каждую тему, чтобы была дискуссия, чтобы можно было ее пораскрыть, подискутировать и прийти к чему-то. Поэтому у нас в каждой панельной сессии участвуют от трех до пяти спикеров. Ну, и потом приглашенные наши спикеры, они уже раскрывают каждый по одному какую-то важную тему. Петр, а о чем будете рассказывать вы? Что предоставлено вам? Ну, я думаю, в первую очередь я отвечу на вопросы, которые мне зададут коллеги и участники форума. Чем я поделюсь, не отвечая на вопросы, я еще и пока не думал. Есть время, форум состоится через месяц, поэтому я еще успею подготовиться. Ну, с Петром я просто чуть-чуть. Петр у нас участвует в панельной сессии как раз-таки с рестораторами, которые у нас будут со всего Дальнего Востока. И вот здесь мы сейчас накидываем пул тем, которые волнуют всех и которые мы сможем обсудить. И вот эти темы, мы вот как раз-таки на них будем дискутировать. Еще, кстати, у Петра хотела спросить. Наши власти, если мы уж про них заговорили, да, много говорят о поддержке туристической отрасли в регионе и так далее. Действительно, вот вы как живой пример, да, этой туристической отрасли в регионе ощущаете какую-то поддержку или нет? Безусловно, да. Ощущаю. Я считаю, что если бизнес не трогают, не проявляют к нему чрезмерное внимание, контролирующие органы, это уже многого стоит. То есть мы себя ощущаем достаточно комфортно. То есть нам как минимум не мешают развиваться. Что касается поддержки, ну, я знаю, что хорошо работают программы по субсидированию строительства быстровозводимых гостиниц. Да, я в этих конкретных проектах не участвую, но я знаю, что люди получили эти субсидии, воспользовались и реализовали какие-то из проектов. Ну, простили там даже процедуры лицензирования, в принципе, что тоже хорошо. Приглашены спикеры со всей России, как мы уже сказали, да, раскроете секрет, кто из известных людей посетил нас? Смотрите, видите, известные, они же в своих кругах известны. Ну, то есть, допустим, Евгений Реймер, это Самара. То есть это ребята, которые смогли выйти из своего региона, зайти в соседние регионы. И плюс еще они известные в столице, в Санкт-Петербурге, они выступают на всех площадках. Ну, то есть это очень сильные ребята, у которых больше 30 ресторанов, и они как раз-таки вышли из региона. Здесь есть чем поделиться. То есть как раз-таки для наших ребят, у которых есть очень супер успешные, крутые кейсы, как в нашем регионе быть успешными и, допустим, пойти дальше. Там Дмитрий Романов, допустим, сейчас его рестораны в Санкт-Петербурге и в Москве, они, считается, производят там вообще определенное впечатление. И он также, кстати, участник Гастрита, насколько я знаю, который сейчас проходит в Сочи. И он выступает тоже на главной сцене. Ему есть чем поделиться, что рассказать. На самом деле, там Александр Пичугин. Александр Пичугин – это сеть баров «Руки вверх», которые всем известны по всей России. И вот эта концепция работы со звездами очень интересна. А также у них самое интересное – это цифры, которые они показывают. То есть они говорят, вот смотрите, можно вот так все раскладывать по цифрам, и вот так у вас все будет работать. Ну, то есть ребята вообще все, кто прилетят. Там Антон Скакадуб – это Санкт-Петербург, это Дринтим, получается, он такой возглавляет, руководит. То есть там это вообще уникальный человек. Даже Илья Сухих, который в том числе поддерживает наш форум, будет выступать, помогал нам сделать этот пул. Он очень удивился о том, что даже Антон согласился. То есть сейчас Владивосток действительно интересен, ребята к нам летят, и нужно им отдать должное. Летят они к нам без каких-то гонораров. То есть просто потому, что они хотят поддержать. Ну да, понятно, что мы как гостеприимство берем на себя, что тоже не совсем легко, учитывая, что мы все это делаем по собственной инициативе. Но нужно отдать должное, что ребята, прям огромное им спасибо, они большие молодцы. Петр, как думаете, действительно развиваемую отрасль туристическую, проводятся подобные мероприятия? Туристическая отрасль в Приморье, отели, бары, рестораны действительно находятся на каком-то хорошем, достойном уровне, чтобы мы могли принимать гостей зарубежных, столичных, любых? Безусловно, совершенства нет предела. Но в целом могу сказать, что да, мы соответствуем основным всем стандартам качества, гостеприимства. То есть объективно могу сказать, что нам не стыдно за нашу сферу. Но перечислить ваши проекты, они очень интересные, они на слуху. Я соучредитель клуба Куку, который сейчас временно закрыт на реконструкцию, и там в скором времени будет новый интересный проект. Сеть пекарен Мишеля, автокафе «Соль и перец», апартаменты в его группе «Вихотел и Руфтоп Лаунж». Может, еще забыл, молоко и мед. В общем, есть о чем рассказать. Остальное – моего брата. Ну, тут да, Петр и Павел Куксовы. Да, но мы, в общем, вместе в группе. Вот такие проекты, они довольно успешные, они существуют достаточно долго. Что позволяет им так долго держаться на плаву? Ну, мои наблюдения объективные – это, наверное, то, что мы всегда уделяем им много внимания. Мы выбрали эту сферу осознанно, не собираемся ее бросать. То есть философия такая – если ты за что-то взялся, не бросай, иди до конца, развивайся, совершенствуйся, и тебя ждет успех. То есть, ну, следуя такому принципу, наверное, наши проекты и живут. Ну, я так понимаю, что спикеров таких, как Петр, будет достаточно много. Ну да, я озвучил более 20. На самом деле, многие прилетают на форум, как раз-таки ребята, которые вообще не из этой сферы, но хотели бы открыть свой ресторан. Потому что это вообще другое направление бизнеса, и это вообще другой мир, по другим законам. То есть многие думают, я его сейчас открою, и вот как работать, и все, мне что-то приносить. Нет, так не работает. Ребята постоянно сами находятся в ресторане, сами смотрят, как что работает, постоянно что-то корректируют, меняют. И вот к нам, бывает, прилетают, ну, вот на прошлый год прилетали. Ребята, которые вообще не из этой сферы, как раз-таки посмотреть, узнать, понять, что это за сфера, и стоит ли в нее идти. А может быть, и стоит идти как раз-таки с профессионалами вместе, чтобы там инвестировать и работать бок о бок. Ну да, и было какое-то сопровождение, наверное, такое профессиональное. Что-то хотели добавить? Ну, у кого есть интерес к этой сфере, то я рекомендую пробовать, почему нет. Просто иногда люди играючи заходят и, сталкиваясь с какой-то трудностью или неопределенностью, бросают. Вот это одна из основных ошибок, наверное, почему можно не добиться успеха. Ну да, бросать, наверное, не надо на полпути. Чего хотите добиться проведением этого форума? Ой, ну смотрите, я уже озвучил глобальную цель, да, большую, которую хотелось бы достичь. Во-первых, хотелось бы, чтобы каждый, кто побывает на форуме, они выходили и понимали, что действительно, они что-то новое для себя узнали, подчеркнули, какие-то решения для себя действительно нашли. Нашли новые знакомства, новых партнеров, может быть, подрядчиков новых. То есть, чтобы этот форум, знаете, чтобы после него возникло желание действительно посетить в следующем году. И они поняли, что действительно это им поможет в бизнесе. И помогло. Вот это, наверное, самый будет лучший результат. Чтобы люди, которые приходят, которые выступают, которые участвуют как партнеры, чтобы они от этого получали действительно хорошую там отдачу. И которую можно было бы применять. Чтобы сфера за счет этого как раз-таки менялась, двигалась вперед и только улучшалась. Вот этого хочется добиться искренне. Петр, а вы с какими настроениями хотите посетить данное мероприятие? Я хочу популяризовать туризм в нашем регионе и поискать для себя новые точки развития, роста в данной индустрии. Ну что ж, я желаю успешного проведения форума. Как можно больше спикеров, слушателей. Лучше участников. Спикеров уже достаточно. Спасибо. Спасибо вам, Юля. Я напомню, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о предстоящем гастротуристическом форуме «Хорека-2023», организатором которого выступает региональное бизнес-сообщество. В гостях у нас были основатель сообщества Станислав Еремин и спикер форума «Хорека-2023», ресторатор и отельер Петр Куксов. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова